Ребят, удивительное рядом. У нас сейчас будет Зираэль. Зираэль это чувак, который приносил мне демки своих треков на стримы по творчеству подписчиков. И я тогда говорил, что очень интересно, что из этого получится. А сегодня у меня просто такая механика, для тех, кто не в курсе, что у меня платные подписчики, бустят патреона, накануне радаров новинок, накануне стримов, где мы снимаем вот эти реакции, выбирают буквально два трека из всех новинок за неделю, которые мы послушаем на стриме. И одним из этих треков выбрали трек Зираэля. Вот это называется «Человек нашел аудиторию». Поэтому сейчас чувак, про которого вот, если вы не сидите на моих стримах, вы практически гарантированно не слышали, на видосе 300 просмотров, но по стриму по творчеству подписчиков я помню, что чувак талантливый и что-то в этом есть. Трек называется «Тульпа». Ой, оформление красивое. Шрифт этот в фотошепе у меня тоже есть. И этот, кстати, которым «Тульпа» написано, я могу даже вспомнить название, и нижний у меня тоже есть. Все шрифты знакомы. Артик прикольный. Шейкер прикольный, но заебет быстро. Моя тупа дорогая, мы как ебу, я дам. Приложив свою ладошку на стекло, я тебя жду, искря камера. Для этих дифирамбов ультрафиолетовые лампы для романтики. Вот здесь очень слышно, что кто-то довольно долго и до кровавых мозолей дрочил на Плейнда Энджела. Прям слышно. Вот это круто по тексту. Вот здесь мне прям по рифмовке и по движению внутри текста очень нравится. Меня подзаебывает вот эта анимация, с двига по каналам. Но мне нравится по цветам и по наполнению вообще мне нравится обложка. Она, конечно, выглядит нейросетевой очень, но такой прям довольно эффектной нейросетевой обложкой. Забавное ледовое побоище, ох уж ты мое сокровище, умирает гриокамера, забавное ледовое побоище. А вот здесь прям пирогенезис лезет. Ну, короче, у чувака, насколько я понимаю, первый альбом. И, ну, это нормально, когда в начале пути из тебя понемногу лезут те, кого ты сам слушаешь. Это потом пройдет, пока вот человек находится в поиске своего лица, своего стиля, своей идентичности. Мы все прямое следствие тех, кем мы вдохновляемся, это нормально. Вот. С поправкой на то, что чувак начинающий, окей, прощается. Но вот в начале был слышен play and angel, здесь прям слышен пирогенезис. Закровище, умирает гриокамера, забавное ледовое побоище. Вот особенно на этой фразе, вот на забавное ледовое побоище. Эта интонация один в один была у пирогенезиса в треке «Не время для драконов» на фразе «А он и вовсе не похож на чудовище». Она еще и рифмуется с этой фразой, и там интонация один в один. Закровище, умирает гриокамера, забавное ледовое побоище. Новый мир пусти, отдай. Тульпо не забудь, что мы, что мы-то в рай. Впереди новый мир, как из огня. Переради ты новый мир. Ну вот если говорить про звучание, мне очень не хватает баса здесь. Прям низких частот как будто нет в миксе. И вот мне в моих наушниках очень хочется слышать упругий, мощный бас, который будет это поддерживать. А его нет. То есть там есть бас, но он в таких прям гомеопатических дозах, и его прям не хватает. Вот на хорошей аппаратуре его прям не хватает. Нас разделяют только тысячи осколков. Свой стеклянный дом ты предавала тысячу раз. А помнишь ли ты потолок в иголках? Или кучу индикаторов на полках, чтобы листать сильный страз? Я слышал приглушенный звук. И ты, босая, подступаешь по разбитому стеклу. Чтобы не переживать, нужно всех переживать, Что ты гулят изнутри или так лоится сигнал. Неужели у тебя похоже тоже из душа и что-то посложнее, легкого, хоть тяжело дышать. Ты всего лишь призрак, рудимент. Поролись мы с тобою, я и психотерапевт. Ты кошмары воплоти, перипетия. Перейти ве повелитель, но ты стала не горячим на пути. Я за-за-за-за-за-за-за-за. Что бы было, если бы перокинезис шизел, не теряя свою старую идентичность? Можно иметь шизу и при этом продолжать писать красивые треки. Пруф. Припев слабенький. Вот эта часть, она хорошо бы работала как запев перед припевом. Но припев хочется похитовья. Припев вообще не запоминается. Что мы там в рай, впереди новый мир, как и с огня. Переради ты новый мир, моя змея. Новый мир пусти, отдай. Тупо не забудь, что мы, что мы там в рай. Впереди новый мир, как и с огня. Переради ты новый мир, моя змея. Ред Ryabate, это наш 2010 год. Припев карьер. Редактор будет и перевод disco. Профессия. очень зависит от того с какой шкалой ты подходишь к этому треку потому что если оценивать в вакууме у него конечно много несовершенств слабенький припев не выдающийся некоторое музыкальное однообразие проскакивающая в голосе неуверенность нехватка басов сходство с другими артистами которая местами прямо бросается в глаза но большая часть этих претензий на хер идет в момент когда ты вспоминаешь что это начинающий артист которого опять же если я ничего не путаю это первый альбом всем бы так скучно и неинтересно звучать на своих первых альбомах скажу ну интересно интересно было бы прикольно посмотреть во что это дальше вырастет когда в этом появится больше своего когда начнет отваливаться постепенно наносное начнет отваливаться постепенно позаимствованное начнет проклевываться свое из этого но тут опять же вот если вы скучаете по старому пиро кинезису когда он умел писать красивые песни и при этом шизел не в ту сторону в которую сейчас то вот ознакомьтесь с релизом там целый альбом такого как я понял новый мир как из огня перероди ты новый мир моя змея новый мир пусти отдай тупо